У вас, товарищи прекрасные, пришла я к удивительному человеку, к мастеру своего дела, к Олегу Будвину. Этот человек будет сейчас справить мою спину. Вы, наверное, все знаете о том, что прямая спина и прямая осанка очень здорово влияют на весь организм. Влияет на энергетику человека, влияет на всё физическое тело. И я пришла к тому, что всё-таки необходимо подправить спину, подправить тело, подправить всю свою жизнь буквально. Я хочу познакомить вас с этим человеком. Это Олег Будвин. Это мастер своего дела. Хайочки, ребятки, привет-привет. Да, ты правильно сказал, от осанки зависит очень многое. Это остов нашего организма, это ось, на которую цепляются не только органы внутренние, но и, соответственно, вся нервная система от него отходит из спинного мозга. И также там находятся ауры, которые нашу энергетическую структуру выстраивают, вплоть до ауры, которая вокруг нас. Эта аура нам энергетически помогает себя наполнить. И, с другой стороны, это кокон, защищающий нас от внешних воздействий. И, с третьей стороны, мы поляризированы относительно полей и магнитных линий Земли. Так что, вот от позвоночника, на самом деле, ты правильно сказал, очень многое зависит. Сейчас мы это начнем. Это не эксперимент, это реальное действие, в работу правка сейчас и здесь. И вы будете наблюдать за этим действием, представляете? Приглашаю вас на наш сеанс. Дамы и господа, подключайтесь. Мы будем сейчас выключать, а вы сразу подключите. Ну, давай сразу начнем. Раз вы же начали, да? Так, вставай пока стоя и по высоте. Немножко вот это плечо тянется вверх. Если видите, да? Это говорит нам о сколиозе. Скорее всего, вот это в грудномателе правой стороны сколиоз. Ну, да, вот и наблюдается. Теперь здесь вот проверим тазовые кости. Тоже справа, она выше, да? Далее, компенсационно-наторно. Огрызие начинает себя исправлять. Загон поясница вот так. Грудной отдел вот так. Ну, и шею, скорее всего, вот так. То есть, отражается, что вверху, то и внизу будет действовать. Проверим теперь на шею. Наклоняй шею вперед. Чтобы не было видно, подними назад. Еще раз наклоняй. Вот, у здорового человека шея должна касаться легко ключицы. Береди. Касаюсь, да? Вот. Когда назад, загибаю голову, касаться седьмого жильного позвонка. Нормально. Касается. Все хорошо. Теперь поворачиваю голову вправо. Максимально. Так, вот мы смотрим. Проходит четыре пальца. Ну, практически поворот на 80 градусов. Это нормально. Теперь влево. Также на 80 градусов. Но немножко нагибаю голову. Клечо сразу опустились. Видите, плечо опустились. Также проходит четыре пальца, да? Ну, нам главное, чтобы была симметрия. Единственное, что при повороте, вот, грудные позвонки чуть сдвинулись, да? Опускаю плечо. Это нам говорит о том, что здесь есть напряжение в мышцах, да? То есть, с одной стороны, они перерастянуты вот здесь, а здесь напряжены. Тебе где больнее? Слева, справа? Слева. Слева больнее. Вот, потому что мышцы спазмированы, напряжены. Теперь я чуть-чуть покручу твою голову, наполняй вперед. Вот, берем забоковые отростки шейные. Видите, слегка, сама не шевели. Я тебя покручу на наклоны, на ротацию, на кивок. Вот, все эти позвонки проверяем. Так, ну, вот тут вот выпирают справа. Справа больнее, да? Да. Это вот где-то третий, четвертый позвонок. Пятый даже, да? Все справа выпирают. Справа больнее, да? Да. Далее смотрим, загибаем фасеточные суставы. Шеи стыкуем вот с этой стороны. Для этого повернули голову, наклонили. И чуть продавили вот так вот вниз. Есть боль? Немного. Здесь, да? Нет, вот здесь. А, с этой стороны. Значит, там натянуты мышцы. Поворачиваю голева. Теперь здесь вот. Нагибаем голову и продавили чуть вниз. Есть боль? Нет. Здесь нет боли, да? Вот. Теперь наклоняйся вперед. Головы, да. Плечики тоже вперед. И так с горбись, как кошка. Наклоняйся. Дальше, дальше. Ниже, только расслабь. Расслабь. А мы смотрим в кости таза. Наклоняйся до пола, насколько можешь. Нисти, нисти, нисти. Нисти, нисти. Нисти, держу. Ноги чуть растачь. Ну, наклоняйся, наклоняйся. Еще, 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 еще. Все, да? Поднимайся так же медленно. Ага. И наклоняйся еще раз. Сгорбись, стоп, стоп. Вот тут сгорбись. Вот. Здесь нам видно, что реверная дуга выше слева. Вот справа получилось, да? Почему так происходит? Потому что вот эти позвонки развернуты, ротированы. Соответственно, вот сюда. Мы их нащупываем из растистого отростка, как говорится, да? С этой стороны. А с той стороны поперечный отросток поднялся и поднял за собой ревер. С той стороны ревер, видите, выбирают. Так, еще ниже наклоняйся. Опять смотрим вот так вот горизонтально. Ну, вроде поясница ровная. Там таких эксцессов нет. Чуть-чуть они вот тут загибаются влево. То есть вот идет контрротация. Здесь, соответственно, вправо, здесь влево. Вот так вот. Выправляйся. Посмотрим на тебя сбоку. Ставь вот так. Так. В принципе, осанка есть. Только вот лопатки выпирает. Лопатки выпирают. Вот эта лопатка ниже опущенная. И выпирает за счет того, что плечи развернуты вперед. Открываем вот так. Вот так тебе неудобно стоять, да? Вот так неудобно. Потому что нет напряжения здесь. То есть тебе, по идее, надо будет, я сейчас подправлю, но еще закачивать мышцы в верхнюю трапецию, да, долю трапецию. И вот лопатки, и шерчащие мышцы тебе надо будет немножко подкачать. Бывает болезнь, но вот здесь. Моя лопатка левая сломана, и поэтому вот у меня левая лопатка болит. Сама лопатка болит, да? Ну да, при напряжении, когда я пытаюсь ходить прямо. Так, здесь не больно, да, сейчас? Нет. Не больно. Оп, видишь, она как шелкает. Да. Ну, не больно, да, где здесь жду? Не больно. Вот тут. А идет чуть-чуть на мышцы. Передняя дает туда мышцы. Вот она укорочена, а также тянет лопаткой. Тянет плечо вперед. Так, с этой стороны. Нормально, да? Да. Так. Проверяем каждый пучок мышцы. Это больно, да? Да. Вот, это опять дельта. Вот она, дельта. Опять вот она растягивает плечо вперед. Далее, немножко увеличим ордоз. Причем очень сильно, посмотрите, с этой стороны. Видите, прям, видно, тени даже падает, да? Это из-за того, что таз напоминет вперед. Да. Это таз как бы вперед идет, да? Скорее всего, из-за того, что мышцы, которые там внутри, расслаблены, это пояснично-подвздошные мышцы. Давайте теперь ляжем туда головой. На животное. На спину. На спину. Пояснично-подвздошные мышцы, они идут вот за брюшины, за животом, вот тут, внутри. От тех поясничных позвонков крепятся вот сюда. Отсюда подвздошная мышца идет, выстилает внутри дно вот это, да? И крепится вот сюда, к ноге. Отвечает за разворот ноги вот сюда. В сторону. И сведение ноги вовнутрь. Этим, если мы там балетом не занимаемся, да? Или на лошадь не запрыгиваем, то обычно жизнь этими мышцами, это кто пользуется. Вот держи за стол. Сейчас мы проверим вообще, насколько они включены в работу. Вот так ногу отвели. Держи в воздухе. Держи. Я дам место, сопротивляйся. Так. В принципе, хорошо выпускаем. Эту ногу. Держи. Чуть пониже. Вот так держи. Видите, мы ее развернули. Он сразу поднялся в таз. Видите? Вот так понимается. Наполню. О, она слабее. Видишь, что она слабее. Не держится. Так, это еще раз проедем. Держи. Таз тоже поднимается, но она сильнее. Так, держи, держи. Сейчас мы с той стороны ее подправим. Так вот. Держи ногу. Я сама ничего не держи. Не держи. Я проникну через живот. Через кишки. До той самой мышцы. Пропускай, пропускай меня. Расслабляйся. Пропускай, пропускай. Не больно? Не колит? Вот. Ну, естественно, нам надо на пустой желудок. Я поднимаю. Сама ничего не делай. И отводя ногу, чувствую, как там вот они очень больные. Сейчас она пройдет. Уже легче? Не больно, да? Ну, как сказать. Терпи. Так, не напрягай. В эту сторону. А вот с той стороны, значит, нога не идет. Вот. Стоп. Застопорилась. Теперь вот эти мышцы. Мы там и сидим. А вот так. Так не очень. Сейчас еще раз. Вот так. Микродвижение. Потихонечку увеличу амплитуду. Не больно? Вот. Они тут зашевелились под пальцами. Подвижка пальцев очень чувствительна. Они чувствуют это, да? Мы проникаем еще глубже. Отпускаем. Не держи. Мне же вообще ничего. Отпускаем, опускаем. Не больно, да? Вот. Проверяем вот эту мышцу. Не болит? Немного болит. Болит, болит сейчас. Вот чуть-чуть вот такую сейчас. Отпустим. Так. Теперь вот здесь. Не болит, да? Не болит. Некоторые приемы неожиданные. Да. Потерпи. Но если больно бывает, да? То это пару секунд и сразу все отлегает. Так что не бойся. Не бойся. Теперь смотри. Отводи ногу вот так. Держи за стол. И ногу в воздухе. Я давлю, ты сопротивляйся. О. Видите? Вот они включились. Видите, как уже напряжение пошло. Все. Пускаем. Так. Держи ногу. Держи вот так. Понежь. Вот так. Сопротивляйся. Тоже, видишь, не работает. Включим теперь с той стороны. Вот. Они... Вот у тебя и получается. Посмотри, что. Они натянуты были впереди, да? И прогибы увеличиваются. Поэтому таз опускается вперед. Да. Вот, кстати, по стопам можно заметить. Слабь, слабь. Нет, со стопами все нормально. Здесь все нормально. Так. Ничего не делай опять. Значит, я завожу подлогу. Уже пропускаем. Опажу кишки. Опажу почву. Правду. Не больно? Еще пропускай. Вот. И начинаем работать. Если конец, скажешь, а так, в принципе, сразу отляжет. Вот здесь причем. А, вот здесь. Так, это уже другая мышца. Здесь нормально, да? Да. Вот эту мышцу. Не больно? Не больно. Так. Вот так. Нормально? Угу. Я немножко быстро начал. Вот тут чуть-чуть тянет, да? Угу. Тут расслабляет, пускает, 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 пускает. Ну, вот уже не больно, да? Терпимо. Терпимо, да? Хорошо. Здесь? Немного. Сейчас она отляжет. Мануальная терапия включает в себя не только жесткие методы, когда прям хруст, хруст, хруст. Да? Это и также мягкие методы. Это также сюда входит пир, пост-изиометрическая релаксация. То есть на выдохе после напряжения мышцы расслабляются. Также работа с точками. И также вот такие мягкие микродвижения. Вот тут чуть есть, да? Так. Тут побольше, да. Отпускаем ногу. Отпускаем. Я ее держу, ты не держи. Ты ничего не напрягай вообще. Видишь, я медленно, медленно. Нормально? Нормально. Так, вот эта мышца? Тянет. Тянет вот здесь, Антонит. А, вот здесь. Так, это другая мышца уже. Отключается, это вот эта. Вот так не больно? Мышца, поднимающая ногу. Больно. Больно, да? Давай, выпрямляй ногу и сгибай вот так в колени туда-сюда, как будто бы идешь. Да, туда-сюда, давай-давай-давай. Где-то хрустит. Вот зашелкало, да. Давай еще раз. Вот в этом месте где-то хрустит. Я давно замечала этот хруст, и не могу понять, в каком. Давай еще раз. Он хрустит внутри. Так, все, опускаю ногу. Попытаемся подровнять их. Так, вот этим косточкам смотрим. Чуть-то вот это ниже получается. Забыли проверить сразу длину ног. Так. Да, вот это надо чуть-чуть короче. На... Где-то там миллиметров на 7. Короче. Если хотите, можете в камеру посмотреть. Насколько она короче. Вот идите поближе. Вот по вот этим косточкам смотрим. Видите, она здесь, а тут вот. Сверху-сверху. Прям сверху. И по пяткам смотрим тоже сверху. Пятка больше выпирает, видите, чем это. Все, отпускаем стопы. Вот. Это, значит, из-за разворота таза. Вот эта косточка, видишь, что у тебя ниже. Низ пошла больше, чем это. С этой стороны. Сейчас мы ходим. Ногу расслабляй. Будет несколько неожиданно. Но ты самое главное не бойся. Не больно? Да, хорошо. Вот сюда ногу. Вот сюда. Вот, наверное, гипсия все-таки хорошая. Проверим тазобедренные суставы. Так, вот сюда вот он. Чуть выше поднят. Попускай. Это еще не все. Неожиданно. В этом смысле надо сделать неожиданно. Иначе будешь готовиться и все, соответственно, не получится. Так. Выравниваем все обратно по словам. Еще, 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 повыше так еще. Все хватит. Тут уперлись на бой прямой. Эту расслабили. Расслабили. Расслабили и пробежали немножко. Может сама себя потрогать вот здесь. Почти, как мышцы тянутся. Пятку поставили. Подвинься вверх. Так. Да, туда. Угу. Так. Это еще и все. Мы вернемся к правке ног. После правки таза. Еще пока не встало на место. И массажа спины. Переворачиваюсь теперь. Ливером вниз. Передной частью вверх. Так. Ноги также можно проверить с этой стороны. Их длину. Точно так же видно, что вот эта косточка ниже. Чем эта. То есть нога короче. Вот так вот сверху. Сверху. Смотрите. По пяткам. И под этим косточком. Но если мы выключим таз из работы. А вот этот голен посмотрим. То вот они. Как в прицел. Выравниваются здесь вот. Отсюда вот собственно говоря. С ног начинается сколиоз. Опускай. И опять она ухорачивается. Вот эта нога. Так. Мы тебе накроем. Тряпочекай. Нога на подушку. Немножко поднимем. По спине так же видно, что вот она упирается от стороны ребра. Видите, упирается. Так. Давай начнем с массажа. Здесь у тебя что, прижигание делала? У меня тут родимая пятна. А, родимая пятна такая, да? Давай начнем с массажа. Спины. Тогда это надо будет распонять. Одну руку у меня нет. Это верх руку. Да. Голову ко мне. Вот такой шбулер. Достаточно такой быстрый энергичный массаж. У нас в работу включаются и от силы и техники. Так что сразу смажу локти. Несмотря на то, что девушка хрупкая, мы ее сейчас хорошо проработим. Татьяна, как тепло пошло? Ну да. Отлично. Обязательно включаем вибрации. В нашей технике особой техники Олега Гудвина специального мануального массажа сразу идет воздействие на косно-связочный аппарат с растяжением, с декомпрессией. Разминаем все вот так. И переходим к более глубоким техникам. Потерпи, потерпи. Терпим, а? Ага. Вот. Так мы даем подсознание понять, что это первое наше внедрение будет дальше переходить в более жесткие техники. Уже тяжело, да? Да. Ну, с непривычки я понимаю, да? Сейчас будем работать в щадящем режиме. Мышц мало. Надо все-таки мышцы тут укреплять спины. Мышцы вот тут, если ты укрепишь поясницу, да? То они будут поднимать вверх. Как раз в тех мышц, с которыми мы работаем с передними. С пояснично-подвздошными. Так вот. Терпимо? Ну, ну да. На грани, да, наверное? Я понимаю, с непривычки, да, это все-таки тяжело. Но должен предупредить, чтобы завтра меня не сильно ругало, завтра поболят мышцы. Я представляю, конечно. Как у спортсменов, знаешь, после тренировки. Угу. Вот. Клепатура это называется. Это, в принципе, нормально. Молочная кислота просто выделяется у мышцы. Если хочешь, чтобы не болели, ты работаешь же завтра, да? Да, конечно. Вот. Тогда прийми в ванну. Причем такую, чтобы с эффектом мертвого моря было. Два килограмма соли, две пачки соды. На ванну, запомнила? Угу. Вот. И температура побольше воды, так где-то, кажется, в сорок. Я вам с удовольствием. У меня душ дома не было. А-а-а. Знаешь, мне здесь в другую ехать какого-нибудь. Перед подруги. Вот, однорожное. Еще один позвонок. Выбит, во-первых, наружу. Он прям выпирает, видите? И повернут, трансированно, вот вправо. Да, больно. Вот здесь вот. Да? С этой стороны больно? Справа больно. А тут больно, да. Вот больно, он сжимает здесь мышцы. Здесь все вроде так более-менее ровно. Вот. Обязательно перед мануальной вправкой мы растираем тело человека, согреваем и убираем спазмы. Многие делают на холодную. Я видел европейцев, европейских херопрактов, мануальных терапевтов, американских. У них сеанс длится вообще до смешного мало. 5, 10, 15 минут. Не больно? Нет, терпимо. Терпимо, да? Вот. Вот у нас, когда мы подробно, дифференцированно работаем с каждой косточкой, с каждой мускулкой, да? Сейчас ее терпим. Изучаю каждого человечка индивидуально. А я вообще не люблю слово пациент или клиент. Я называю, знаешь, как те, кто к ним приходит, и не прихожане даже, да? Прихожане где-то там в церквях. У меня детка. Она пришла, детка. Мы ее должны выслушать, пожалеть, понять, в чем причина, переласкать, приголубить, подправить, починить. Так что отношения действительно как к родному ребеночку. Вот сюда. Вот передний, который тянут, мышцы, вот тут, да? Угу. Болезненно? Угу. Вот. И плечик так выкрутили, выкрутили, и раз, два. Лопатку сюда. Сюда. Лопатка, конечно, откликается. Ох, я сейчас. Откликается, да? Угу. Ну, сейчас мы так разомнем. Угу. Вот тут такие точки, потерпи, болезненные. Угу. Вот по сгибу лопатка может, где заканчивается, здесь лопатка свободно наплывает на палец. Так, есть, вот до трех-трех пальцев туда можно запустить. И теперь мы подышим, выдыхаем. Молодец, еще раз. И еще раз. Правильно. Еще раз. И еще. длинный протяжный выдох. И сейчас я посильнее пройдусь и расслабляемся. Во. Все, дыши. Вы присцели? Да. Нормально вытерпела, да? Но это еще начало, как в нашей муце, более... Даже просто не пытаемся. Не пытаемся, да? Стрижка только начата. Правка только начата. Выдох. И еще раз. Выдох. И еще. Опа. Отлично. Нам это все надо будет на самом деле с другой стороны проделать. А сейчас у нас создалась гиперемия. Видите? Покраснение такое. По температуре, кстати, отличается сразу на 1-2 градуса. Тут горячее. И я тебя поздравляю со здоровым роганцем на полспинной. Видишь? Какой хороший результат. Да. Трофика ткани в норме. Корообращение хорошее. А это говорит о том, что метаболизм в организме тоже хороший. Мы сейчас дополнительно стимулируем, запустим. Давай, Татьяна, меняем руки наоборот. И голову тоже. Все меняем. Могу и повторить менять. Если надо. Нет. Нет, не хочешь. Нет, все уже так, не страшно. Хорошо. Человек должен быть доволен собой, какой бы он ни был своим телом. Сейчас включаем программу «Боддик позитив». Позитивное отношение к своему телу, да? Да. Согласна? Конечно. Храм моей души. Храм души, да. Чакры будем настраивать? Конечно. Закалка. Что, все за один сеанс? Ха-ха-ха. И ауру тоже, да? Да. вибрация. даже через боль расслабляйся. Вот. Филигранность массажа в том, что вот работая практически таз, весь качается, постоянно должен качаться. Постоянно вибрация. Это распускает поясничные все мышцы, какие бы там они ни были. Вот этого болезня, да, я знаю. Так, лимфу вводим в подмышечную впадину, подключичную впадину, ястистые позвонки, подобьем. Терпимо? Угу. Нормально, комфортно. Вот. Завтра не ругай меня сильно, а то я буду чихать, нос будет чесаться и Кать буду. Только с благодарностью никак ругать. Как тебе могу? С доктором позитивно. Своего доктора ругать? Да? Нет. Я понимала как сказать. Позвоночники растрясаем. Таз, видите, постоянно шатается, ноги шатаются, голова тоже. Вот видите, голова так происходит. Это хорошо. Значит, больших блоков нет в организме. Разъягаем таз от лёбра. И вот так проникаем глубоко-глубоко. Приём называется нож входит в масло. От самой тонкой части расширяет, расширяет таз до самой широкой. Да. И мы немножко отобьём таз назад, декомпрессируем его в обратную сторону. Как правило, такое, что вот от этого места называется базис организма нашего. Отсюда растёт человек в утробе матери и начинают развиваться все клеточки и кости тоже. Вот все кости, которые растут вниз, получается, мы толкаем от этой точки вниз. Все кости, которые вверх, толкаем вверх. Поэтому таз мы оттолкнули и продолжаем раздвигать дальше. Вдох. Ещё раз. Так. И ещё потерпи. И ещё входим. Выдох. ещё раз. Выдох. И ещё. И теперь длинный протяжный выдох. Молодец. Теперь отдыхаем и расслабляйся. О, какой треск был. Уже ял. Ну и малёк. Живая. Покажу в кадре своё здоровое лицо и ставьте нам лайки. Это было неожиданно, я понимаю, да? Да. Да, вот так немножко полежу. Потерпим. А лопатку сюда. Голову да, в другую сторону. Проверим те мышцы спереди. Вот это всё лопатка хрустила, да? Почему? Чик. Чик. И лопатку потерпи. Лопатки зажаты, кстати, да? При этом больно. При этом больно. Зажатые с этой стороны мышцы и с той стороны. Да, здесь зубчатая мышца идёт. Вот видишь, она вообще напряжена. Расслабь, расслабь, расслабь. О! Вот и сразу напрягается. Там под лопаточная мышца ещё идёт тоже. Видишь, болит, да? Здесь ромбовидная мышца идёт и трапеция. О! Вот уже расценились. Вот. О! Видишь, вот так лопатку отходить. Зажатая сидячая работа, что ли? Да. За компьютером, да? Вот, ну, что, значит, ты плечо начинаешь поднимать вот это вот. Да. И расслабились. Сейчас немножко сейчас простучу. Хватит сумки. Барбаны, барбаны. Барбаны. Пальчик, подождик. Ну, всё же, в принципе, терпимо. Ага. Я просто очень чувствительный человек. Для меня это... Да? Да. Ой. Не скипали по пору. Так. А ты знаешь, что... сильно здесь больно в шее подниматься. Руки. Вот так больно? Да. Вообще хорошо. Сейчас мы до шеи дойдём. Так, выдох. Вот эти твои ребра подправим чуть-чуть. Всё. Да, выдыхай. И теперь руки под лоб клади. Вот твои шайки займёмся. болезнь вот эта, да? Вот. Давно на массаж не ходила. Очень. Значит, давно не ходила. Засолилась вся, засолилась, солей-то сколько. Вот отсюда и начинается остеохондроз. Озохондроз это что такое? Это отложение солевых кальцитов на суставах, на костях, на позвонках. Глубом пониже. Так, упустили газовый так вот. И потерпи немножко. продрожали. отталкиваем опять таз назад для декомпрессии и подиагоналируем вот так потянули. опа 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 и все сбросили. Энергетику это сейчас у нас сбросили. И как раз проработаем твои мышцы потерпи и позвонки отделяем друг от друга. Удыхай. Немножко провибрируем чтобы было легче. Вот. И натягиваем череп на себя. Вытягивая шею удлиняя. Видео, что должна быть длинная красивая шея. мышцы будут болеть которые крепятся к шее. Вот так пальчиками прорабатываем как будто на рояле играем. до-ре-ми-фа-со-ля-си-до. Я сейчас тоже закоюсь. Чувствовала? В мост прилив энергии. Теперь прием называется коготь орла впивается в череп и умность твоего небеса. Все, все, все. Все. Сейчас отляжет потом будет легко. оттянем шею вот такими распорками. Ну, ты же не хотела, чтобы я тебя только погладил, да? Ну, конечно, конечно. Я предполагала, что будет приятно. Вот. Потом будет приятнее еще. Расслабляй плечи. Да, голову нужно поясницу. вот так вот диагональное скручивание. Это еще только подготовка. Это еще не все. Сейчас будем еще глубже в конец твоего тела. Какое правило есть? Если что-то случилось не то, то отдайся и получай удовольствие. Знаешь, тут вот правда. Да, ничего другого осталось. Надо с предвкушением это говорить. Да, 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 да. Срава пристили. Справилась, да. И выдыхать, когда нажимаешь. Еще. Ага, еще. Еще. Так, вот твою поясницу теперь. Что тут? И повыдергиваем косточки за кожу. Больно? Ага. Щеплась. Опа. Здесь. здесь. Угу. подправим и как наш кодешево котенка за шкирку подотем никогда столько не делали ты знаешь, что девушки платят массажистам за то, за что другие мужчины получают по морде вздыхало от такого? нет так, давай положим подушку под живот выравнивайся вот так и выдох дышать не могу сейчас давай, дыши, дыши если надо, можно локти встать приходи в себя, это внимаем приходи в себя, новое положение костей для человека непривычно давайте как раз вот так это сделаем руки вперед голову вниз, ныряем ли я туда просто подниму тебе немножко вот так ааа, мне нога левая заболела или плечи? нога левая прям в области вот здесь, в серединке а, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, да? да ооо, промышленно ооо, нет да? да да вот, это что-то неожиданность давай локти вот сюда подавай вот нечаянный ключ, ты, нормально? Расслабилась? Я не могу. Давай. Ты напрягаешься. Черт, чертежка. Фух. Проходи в себя. Ну, надо же себя сразу поправить. Сейчас вот опускай. Опускай руки. Стопы? Стоп свело. Может холодно здесь? Нет, свело. Точно, свело. Сейчас мы отлежем, отлежем. Тут у нас идет излечение через боль. Так что иногда такие моменты... Я представляю, конечно, я понимаю, что излечение. Такие моменты иногда полезны. Вот, видишь, лего. Я понимаю. Вот. Здесь само отлежем. А, она еще держит, да? Фух. Давай выдохнем. Опа. Болезнь, болезнь. Сейчас отпустим. Сейчас отпустим. Отпустила. Вот. Вот. Видишь, отпустила. Отпустила. Восемство произошло. Тут поздно радуется. Недаром я великий Гудвин. Творим чудеса. Так. Ложись, ложись полностью на грудную клетку. Вот. И вот теперь можно наблюдать, что выровнялись два ремина горба. Видите, вот. Могу вдоль смотреть. Либо оттуда. Либо отсюда. Вдоль цвета. Вот. Помните, это было так взнуто. Теперь на одном уровне. И, видите, тоже на одном уровне. Вот эти вот косточки. Что нам позволяет? Перейти в шеи и сделать ее лебединой. Это твоя лебединая песня. Лежим, лежим. Ничего не делай. Плечо расслабили. Контрольно быстро голову. Поворачивай в другую сторону. Назовем этот сериал «Выжившая». Да. Не было еще такого? Нет. Смотрите, вот сюда. Аккуратненько. Все делается аккуратно и нежно. Слышал? Да. Быстро голову. Включение поднимай. Молодчинка. Ты такое выдержала. А тебе надо уже это. Оды писать. Поворачивайся ко мне спиной к лесу передом. К подписчикам передом, я имею ввиду. Туда. Ну давай так, ладно. Ложись так. Так, так, так. Оставайся. На боку. На боку. Да. Эту ножку вверх. Грудью тянем. Эту назад. Как-то зацепили за стол. Держись в плит. Тучку за ногу подержу. Показано их пальцем. Тут смысл в том, что куда мы направляем внимание, там и происходит движение. Работа. Я аккуратненько так. Надо было подойти ближе, чтобы слышали за стол. Хруст. Оп. Оп. Все готово. Убираем на другой бочок. Переворачиваемся. К себе. Нет, это к себе. Вот эта нога. К себе. Да, ты там зацепилась. И так ее придерживай. Чтобы просто ниже там катилась. Да, вот уже запомнила положение. Молодец. Оставь сама себе лайк. И смотри на него. А вы просто так не смотрите. Тоже ставьте лайки. И подписывайтесь. О! Аж три раза было. Спускаем ногу туда. Правильно. Выдыхай. Выдыхай, наверное. Выдыхай. Несколько не берешь. Нет? Пока нет. Так. Ложись теперь на спину. Проверим. Проверим. Вот теперь. Наши ноги. Начинаем с ведера. Проверим. 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 Так. 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 Да. Сейчас высоко не надо. Вот. Пожалуйста. Ноги стали ровнее. Вот по этим косточкам. Проверим. Может быть не на сто процентов прямо. Видно, что на одной высоте. Пятки ровнее стали. Ну и большой палец тоже на одной высоте. Можно проверить. Сейчас еще. Проверим. 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 Все. Все. Маши. Трасти. У тебя хорошо внулись и вот стороны. Да? Вот туда. Да. Вот это хорошо. Так. Ну и в заключении я хотел предложить тебе мощную декомпрессию всего положительного. Меня трясет . Но я согласна. Сейчас может быть, ознок, может быть, голова кружится, такое бывает, это нормально. Ознок, да. Ознок пошел, да? Сейчас я печень немножко покрою. Лежи, красавица, лежи. Я из тебя царицу шамаханскую сделаю. Хочешь быть царицей? Я не знаю. Зато здесь все равно нет. Так, сейчас не болится уже справа? Нет. Уже прошло, да? Так, берем голову. Аккуратненько так. Раз. И чуть сюда. Так, и проверим твой. Мне надо только доверить. Ты доверяешь? Да. Мне кажется, ты обалдеешь. Глаза счастливые. Смотрите, какая я счастливая. Она уже счастливая, на самом деле. Как будто нервана ушла. Практически, да. Вот. Энергетический столб также должен идти вдоль чакр. Ну, вы помните, семь основных чакр, да? Вертикально вдоль них. Иначе, если он будет выходить сбоку, например, гипотез печени может случиться. Или через плечо, то там будет какая-нибудь травма в плече, или какая-нибудь присоседшая сущность. Но сейчас все очистили. Сейчас мы немножко этот процесс связи спинного мозга с черепневым мозгом выровняем. Это новая конструкция для ее позвоночника, непривычника подсознания. Сейчас подсознание должно перестроиться. Сейчас все нормально сделается. Сейчас все будет нормально. Сейчас я тебе еще до головы слегка потяну. для полной программы, так скажем, завершающей мазок художника, без которого невозможно. Вот, посмотрите, шейку потянем. Потянем, потянем. Подходи в себя. Потянем, потянем. И аккуратненько что-то было. Да, хрустела. Счастливая такая вот тут хрустела? Да. Нет, больше, мне кажется, у головы. Вот тут прямо, да? Ну, в принципе, для первого раза этого уже достаточно. Чтобы не было никакого перебора. Приходи в себя. Да. Сейчас кровь клынула в голову. Она несет сахар кислород. Он немножко удоражит сознание. Да. Может быть такое, да? Может быть такое эйфория или объединение. Есть такое? Да. Да. Вот. Проходи в себя. Может, благодарить. Я пока слова сказать не могу. Подписчикам привет скажу. Видите, как она дрожит? Сейчас, сейчас, сейчас. Постоянем энергетическим полями поработаю. Вот. Подключился. Уже пошел поток. Ровно, вертикально вверх. Вот. Чакра Маладхара. Что-нибудь чувствуешь? Чувство. Огонь чувствую. Понимаете, все выше и выше. До головы уже дошел. До головы уже точно дошел. Кажется, что-то необычно происходит. На самом деле это глубокая внутренняя настройка перепрограммирования энергополей на благотворный, благородный лад. Ну, к слову, скажу, что девушки ко мне приходят не только за правку спины, но еще за, так скажем, получением чувственных, эмоциональных раскрытостей, да, когда можно свободно чувствовать оргазм, причем на многих уровнях. Это за счет энергетически добиваются полей, за счет настройки чакра, за счет психоэмоционального уравновешивания, там такой через гипноз делается, да. За счет убирания стратегических триггерных зон. Там, ну, там и будут показывать в теле человека и внутри, и снаружи. Внутри чувствуешь что-то? Да, просто чувствую. Что-что? Поток? В третьей сейчас. В третьей. На уровне пожемотка. А в четвертой? А на хате? А на хате понимаете? Да. На хате понимаете, да. все идет, не касаясь тела, на расстоянии 7-10 сантиметров. Можно даже на расстоянии метра и двух метров делать. Сейчас что-нибудь чувствуешь? Нижний поглок чувствую. Нога очень сильно. Нижняя земля. Ну, дрожь уже прошла, видишь? Практически, да. Поток уравновесили, так. Ну, а мы будем заканчивать наш сеанс. Приходи в себя. А я с вами не прощаюсь. С вами был Олег Алаф Будвин. Приходите ко мне на учебу, приходите на занятия, на тренинги, да. Я вас научу, подправлю, выровняю и со счастливой судьбой отправлю в жизнь. Ведь меняется же не только человек. Меняется внутри, я имею в виду, тело, да. Меняется его отношение психоэмоциональное к жизни, к партнерам, к супругам, к детям, да. И, как ни странно, удача начинает идти в руки. Налаживаются все отношения. Откуда-то приходят заказчики, которого долго не могли найти. И, в общем, все идет путем. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Волшебник. Волшебник. Так. Вот тут мы нащупали, что второе шею на позвонок немножко слева выпирает. Поэтому расслабляем голову. Кладем на руку. Вот так. Вот лежит. Лежит и расслабляем мышцы сзади. Сзади еще, еще расслабили. Ага. Не даешься. Давай-ка на столе. Да. Туда лицо. Туда. 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 Не все обязательно надо доделывать на 100% за один раз. Чтобы не навредить человеку, да, я делаю только на тот момент, насколько готово тело. Если тело сейчас не готово, да, то мы лучше не доделаем. Вот так. Угу. И расслабляем. Расслабляем. Чтобы голова вот так падла. 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 Ага. Молодец. Ну. Не идет. Еще раз. Нет. Все. Уже не идет. Уже, значит, все, что нужно было, мы сделали. Достаточно боль будет в мышцах. Ну, еще там я уже предупреждал, да, один-два дня могут мышцы попали, потому что для них это новое положение. Они в таком положении никогда не были, да, где-то они были. Да. Сейчас натянулись. Ну, ты расскажи, как ты себя чувствуешь. Чувствую я себя, я никогда такого не ощущала. Это впервые со мной произошло, я надеюсь, впервые и не в последний раз. Это было круто, это такие эмоции, чувства и ощущения, которые нужно почувствовать для того, чтобы познать какой-то новый спектр эмоций и для того, чтобы чувствовать себя намного лучше. Я благодарю всех, кто сегодня смотрел нас. И это действительно было круто и благодарю, естественно, мастера своего дела Олега Будвина. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.